Мир плохих игроков представляет Они убили ёлку Они убили ВК-2801 Они убили Т-37 Все мои любимые лёгкие танки были мертвы Последний патч поставил жирную точку в этой истории Я снял палец Что? Слово времени суток, рачки-скиловички с вами и я И в то время, когда многие лёгкие танки 5-го, 6-го, 7-го уровня Попросту потеряли для многих смысл существования Китайская ветка выкатывает нам Тайп-64 Результат спаривания американской ведьмы и колесницы Мао Цзэдуна Танк, на котором установлен противонерфный подбой Танк, который заставляет укрепрайоны содрогаться Всё это про него И у вас наверняка назревает вопрос Этот премтанк введён в игру уже давно И что в нём такого особенного? Да то, что на данный момент это чуть ли не самый лучший Лёгкий танк 6-го уровня Почему? Сейчас постараюсь объяснить Ну и начать, я думаю, стоит с того, что мы имеем Самый высокий ДПМ среди ЛТ-6 Он у нас с учётом досылателя равен 2400 единиц 2400 единиц Только вслушайтесь в эти цифры Таким показателем не каждый средний танк 6-го и 7-го уровня похвастаться может А что уж тут говорить про лёгкие танки И к слову, к орудии нареканий особых нет Пробития 128 мм в топе вполне себе хватает А на крайняк есть голда в 177 мм пробития Который также с головой хватает Но, конечно, кто-то из вас скажет «Слышь, а что нам делать с ИСом 3-м? Он в лоб не пробивается голдой!» Я вам так скажу Если вы на этом танке перестреливаетесь с ИСом 3-м в лоб в лоб То это значит, что вы делаете что-то не так Ведь данный танк вовсе не предназначен для лобовых столкновений Бронирования нет ХП для размена тоже К слову, если танк вдруг попадает под фокус-чпокус противника То он очень даже быстро умирает Потому что, как я уже сказал, брони нет от слова «совсем» И при этом у нас весьма массивный корпус В который легко попасть И, собственно, ХП 580 единиц Этого действительно мало Поэтому старайтесь особо не лезть на передовую Но если вдруг ситуация требует размена очками прочности То старайтесь сделать это так Чтобы не вылетать из боя еще до фразы «Твоё, бать, ублюдок, засранец! Бой начинается, бать! Твоё!» Далее, что необходимо отметить Так это динамику Она у танка также на высоте Да, может быть, в динамике разгона Наш пациент немного уступает своим одноклассникам Но все же Нельзя сказать, что танк медленный Да еще бы я это сказал Че, совсем кортавый рыхнулся? У танка ведь самая высокая максимальная скорость А что нам это говорит? Правильно Что ключевые позиции для подсвета Мы занимаем первые Да, может в перебежках на короткие дистанции Мы слегка отстаем от других ЛТ-6 Но вот что касается длинных, как мой Длинных путей То наша максималка решает практически все Мы влетаем на позицию не только быстрее легких Но и других танков А значит у нас есть преимущество в первичном засвете Да и не только в первичном засвете наш танк хорош Он еще и прекрасно показывает себя в качестве активного светляка Помните, я как-то упоминал в видео про ВК-2801 Ссылку на которое вы можете найти в описании Что из-за своих размеров танк не может давать нормальный свет Следовательно, назревает вопрос А что тут у нас с этой ситуацией? И тут я вам скажу так Наш танк это золотая середина В сравнении с тем же ВК-2801 и Т-37 Наш танк действительно меньше по габаритам И в связи с этим в него сложнее попасть И его легче замаскировать Но вот если сравнивать его с 59-16 С Т-21 или даже с МТ-25 То да, эти танки будут чувствовать себя Немного безопаснее во время активного света Но опять же нам на руку играет максимальная скорость При которой в танк и правда сложно попасть Но учитывая специфику нашего любимого рандома Иногда ловить бревна от КВ-2 на полном ходу Нам придется Также можно отметить высокий клиренс танка Который иногда спасает тем, что снаряд попадает нам без урона в гуслю Но назвать это достоинством танка У меня извилина в мозгу не поворачивается И происходит это редко Обычно наоборот Ты на Ягдпанзере Е100 Сбиваешь гуслю какой-нибудь овощной субстанции на ЛТ Но это уже другая история Вернемся к танку Значит, орудие хорошее Динамика тоже А что с обзором? А, обзор? Обзор в процессе, осталось только озвучить Нееет Я про обзор танка Насколько наш танк хорошо видит Ну, в отличие от тебя, задрота, мира панков Который спит в обнимку с монитором Наш танк видит прекрасно И я вам больше скажу Все кулисты мира признали, что у танка топовый обзор на шестом уровне Просто топовый 390 метров В то время, когда легким танком шестого уровня Его срезали до пресловутых 360-370 метров Нам оставили наш прежний обзор Который, благодаря перкам и оборудованию Можно раскачать до максимальных значений И светить все Помните тень из Варкрафта? Так вот, наш танк неплохо так ее косплеит Что ты хочешь увидеть? Голую бабу Ты увидишь все Прокатимся во взводе И это не только благодаря такому большому обзору Это еще и за счет того, что у 64-го тайпа Уровень боев в основном 6, 7 и 8 Ну, восьмой уровень еще ладно Мы упустим этот момент, ведь попадая вниз списка практически на любом танке Не ты диктуешь условия боя А подстраиваешься под них Ну, если что, я сказал практически То, что вы на ПЗ-1С делали из ИСа 7-го Пашу Грей Я вам, конечно же, верю Но не суть Давайте рассмотрим уровни боев 6-го и 7-го уровня Что мы о них знаем? Как правило, большинство танков на этих левелах Слепые и дальше своего орудия не видят Но не волнуйтесь Болгарской ветки танков у нас нет А значит противник предсказать все ваши сексуальные позиции от секса кассии не сможет И это нам говорит о том, что вы можете занять какой-нибудь куст раньше всех И пересветить полкоманды Либо разбирать какой-нибудь танк противника Находясь на дистанции от него и оставаясь при этом незамеченным А за счет высокой скорострельности все это будет происходить быстро И да, конечно, сейчас на этом моменте женский паркет Ой, в смысле пол Взвоет Скорострел! Они никогда не понимали достоинства этой особенности Ладно, проехали Кстати, еще стоит отметить и то, что благодаря всем этим особенностям На танке можно выполнять некоторые ЛБЗ Особенно на первичный засвет, на минет, на умение применять талисманы удачи В общем, я сам лично выполнил 3 ЛБЗ на этом танке и действительно доволен результатом Так как на нем действительно за счет высокого обзора Это сделать намного проще, чем на том же 1390 или Т-54 облегченном А все из-за того, что на высоких уровнях уже не так много танков, у которых триплексы накрыты тряпкой Там ты какого-то преимущества в обзоре не чувствуешь Так, как на туре 64 И даже, как я уже заотмечал, на других ЛТ-6 так продуктивно пересвечивать противника Не получится в силу более низкого обзора К недостаткам танка хочется отнести разве что невозможность установить улучшенную вентиляцию Что также могло бы поспособствовать еще большему бусту обзора и других ТТХ Очень низкий боекомплект, который в затяжном бою может повторить фокус Джокера Эээ, чё за хуя, где мой БК? Он испарился Ну и полное отсутствие брони И да, 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 да Я прекрасно понимаю, что все легкие танки на 6 уровне картонные И брони у них нет Но у нас ее нет в квадрате Вот просто, как пример При игре на толстопарде у меня не было такого, чтобы меня ваншотила арта Даже в упор попадая в меня, она сносила мне, ну, максимум 350-400 хп Но вот здесь Я не один раз подыхал от ваншота от арты И, конечно, золото мое, я тебя слышу Я дно Я не умею сейвиться от арты И, конечно же, я должен уйти с ютуба и направиться прямо в объятия к логопеду Обязательно Но как-нибудь в другой раз Да, были моменты, когда я просто стоял и стрелял А мне прилетал фугас на все мои 580 хп Но было и так, что мне присылали дефектологическую азбуку прямо на ходу Почему же так происходит? Дело в том, что у нас тут не башня, а открытая рубка от ПТ-САУ М18 Кикикет А значит, фугасы залетают нам прямо в сердце нашего танка А еще и потому, что самая крепкая часть у нас это 25 мм И то это лишь в НЛД, в ВЛД и в бортах 12, в корме 19 Поэтому имейте в виду, что не только арта наш самый главный враг Но еще и обычные фугасы Нередко на нашем пути будут встречаться КВ-2, японские ТТ, фугасные упаранты на Т-34-85 и КВ-1 Да даже просто какой-нибудь рандомный обитатель, возящий в себе пол БК фугасов Для нас встреча с ними просто фатальна А это значит, что при игре на Тайп-64 нужно соблюдать предельную осторожность и аккуратность Играть от маскировки, от обзора и динамики Благодаря которой, к слову, мы можем не только быстро занимать позицию Но и в случае чего еще и отступать В общем, какой вердикт можно вынести данному танку? На вопрос, стоит ли его покупать или нет, я отвечу так Если вам нравятся легкие танки, если вы умеете играть не в стиле Давайте упоримся как поцы! А аккуратно и осторожно Умеете пользоваться маскировкой и преимуществом в обзоре То приобрести этот танк определенно стоит Ведь даже несмотря на его недостатки Тайп-64 определенно можно назвать самым лучшим и сильным легким танком 6 уровня Конечно, если вдруг играть на нем сядет дядя Витя, который кроме как открыть пивдос без открывашки Больше нихрена не знает То естественно для него этот танк станет секс-игрушкой как тусоведа И покупать его ему конечно же не рекомендуется Ведь танк не прощает ошибок даже малейших И да, кстати, забыл упомянуть, но это я думаю ни для кого не секрет Что Тайп-64 является одним из самых лучших фармеров в укрепрайонах И с учетом того, что конкуренты в лице легких танков 6 уровня устранены То Тайп-64 на данный момент является чуть ли не единственным легким танком Подходящим для укрепрайонов Да и как я уже сказал, за счет своей премиумности можно фармить и отдыхать Ну и как я уже говорил, танк в какой-то степени даже пригоден для некоторых ЛБЗ В общем, напишите свое мнение в комментариях Что вы думаете о данном танке? Стоит ли его покупать или нет? Ну а также не забывайте отметить, что Кордавый продался Да, похвалил премтанк за Александра и Софью Вот мразь Спасибо за просмотр Ставьте лайк или дизлайк данному видео Вступайте в обитель дна в контракте И не забывайте нажать кнопку подписаться Чтобы раком не остаться Удачи на даче Субтитры сделал DimaTorzok